И я приветствую всех на своем канале, и в этом видео мне бы не хотелось отвечать на эти вопросы, которые так часто задают меня подписчики в последнем видео, однако чувствую, что приходится высказаться о нынешней политической ситуации, о моей позиции на этот счет. Задавалась я вопросом, почему людям так интересно знать мое мнение, почему вдруг мой канал, который далеко не знаменит политическими обзорами, имеется в виду, да, я мягко касаюсь политики, которая непосредственно связана со мной, с моей семьей, со страной, где я живу, или то, если я являюсь непосредственным свидетелем происходящего, но никогда я не высказывалась о том, что происходит глобально, где-то, где я физически не связана с местом. Почему вдруг, им интересно мое мнение, мусульманской жены, которая живет в Израиле, в глубокоарабской глубинке, в деревне за тысячи километров от места происшествия. И тут я поняла не так давно. Видимо, люди хотят и рыщут среди своих любимых или нелюбимых, или просто блогеров, среди своих подписок. Кого из блогеров продолжают любить, а кого ненавидеть? Кто с нами, а кто против нас? Очевидно, я попала под раздачу. Поняла я это, когда я сегодня искала рецепт, и под кулинарным видео разразилась целая дискуссия и ненависть к блогеру, который выпустила сегодня видео о жареной картошке, ничего не сказала о политическом конфликте, не высказала свое мнение, даже пару слов. Люди просто в бешенстве. Ну и я поняла, оказывается, просто люди ищут, кого из блогеров продолжать любить, а кого ненавидеть. Я тоже попала под эту раздачу, и люди хотят знать, продолжать меня любить или вычеркнуть навсегда из жизни. Ну сразу скажу, любить вы меня точно не обязаны, я вам деньги не шлю, подарки я вам не дарю. Любви страшной от вас не жажду, но, к сожалению, и подпитать ненависть я тоже не смогу. Никакого права высказать свое политическое мнение о происходящей ситуации я просто не имею. У меня есть подписчицы, которые представители обоих стран, которых я уважаю, и ничего против населения, мирного населения, которое страдает, у меня ничего нет. Люди, которые страдают или ждать военных действий, это, как правило, люди, которые меньше всего хотят таких последствий, меньше всего хотят войн, хотят расти детей в мирной среде, ненавидеть народ, просто потому, что правящая вышка и правительство делают то, что они считают нужным, манипулируя мирным населением, манипулируя сознанием мирного населения, то это просто неправильно. Удивил один комментарий, где зрительница требовала прекратить мне выпускать видео, дабы, видимо, быть солидарна к стрессу, который проходят люди, через стресс, который проходят люди сейчас, и выпускать счастливые видео просто вверх наглости. Но посмотрите на это так. Я нахожусь за тысячи километров от конфликта, и как-то повлиять физически, информативно, эмоционально на ход действий абсолютно никак не могу. Я, как и остальной мир, просто являюсь немым зрителем происходящего, никак повлиять на ход событий не смогу. Поэтому, когда мы не можем ничего сделать, мы делаем то, что мы должны делать, продолжать жить своей жизнью, продолжать делать свою работу. Моя работа на этой платформе, на платформе Ютуба, это продолжать выпускать свои видео в обычном режиме, в обычном стиле, потому что многие люди, а уже многие люди, ожидают от меня определённых видео. Для многих это терапия, способность абстрагироваться от стресса, от жизненного стресса. В том числе для меня это тоже своего рода терапия, поэтому я не могу подвести такое количество людей. Более того, если это даже в какой-то мере оказывает психологическую помощь, да, надеюсь, то я могу просто... Просто нет лучшей награды, где моё видео кому-то помогает справиться со стрессом или кому-то поднимает настроение, потому что что я ещё могу сделать? Одна из зрителей тоже пыталась пристадить меня за то, что я выпускаю видео с таким счастливым контентом в моменты кризиса, в частности, в моменты, когда её семья находится под обстрелом. Как я уже говорила, я делаю свою работу, то, что от меня зависит, на платформе Ютуба, потому что более чем я помочь не смогу. И значит ли это, что мне всё равно? Ну, конечно же, нет, потому что в моменты кризиса, когда мы не сможем никак повлиять на ситуацию, нам остаётся только делать свою работу и жить своей жизнью вопреки. Но это не значит, что нам всё равно, это не значит, что мы, слушая новости, просто прыгаем от радости. Нам тоже больно, мы ложимся спать с грустью. Есть очень тяжёлое чувство на душе, которое не даёт нам жить спокойно, однако нечего больше делать. Нам приходится продолжать жить так, как мы живём. И хочется спросить вас, поднимите руки, сколько из вас человек, который сейчас находится в такой критической ситуации, сколько из вас в момент обстрела Израиля прекращали свою деятельность, сидели дома в депрессии и молились, и не видели своих детей, не видели внуков, прекратили заботиться о своём саде и огороде, и сидели переживали, и ничего не делали? Вряд ли, вряд ли много. Вы были так далеки от этого конфликта, люди здесь тоже страдали, и тем не менее вы продолжали жить своей жизнью. Значит ли это, что вам было всё равно? Конечно же нет. Но потому что мы все маленькие люди, и мы мало чем можем повлиять на такие большие политические распри. Поэтому нам остаётся только жить своей жизнью и делать свою работу, что я пытаюсь делать. И больше всего удивило, что женщина, которая находится сейчас под обстрелом, и писала, что как я могу выпускать видео, прекратить сейчас же, мы находимся под обстрелом, мои дети в беде. Женщина, которая... Такая ужасная ситуация складывается. Вы заходите в YouTube и видите видео Ларисы. Видео о чём? Видео о диком сельдерее, о диком подорожнике. Вы заходите в это видео, смотрите, не смотрите, неважно. Вы идёте в комментарии, пишите трёхэтажный комментарий о том, как вас раздражает это видео, о том, как оно посмело вообще возникнуть у вас в такой ужасный момент. Более того, вы продолжаете ветку жёстких комментариев, и просто получается большая склока людей, которые против и не против. Не хочу сказать, не хочу вас обидеть. Комично, что ли, когда, если даже малый стресс, кто-то попал в больницу. Последнее, что я буду беспокоиться, это какой-то вертихвосткий, который живёт в арабской деревне, выпускает видео о какой-то там диком подорожнике, писать ей злостный комментарий под её видео, поднимая её рейтинг о том, как вас раздражает это видео. Если вас оскорбляют мои видео или мой канал, или вы просто не в настроении смотреть такое, вы просто пропускаете его, не смотрите, заблокируете. Но не надо тратить своё время и энергию на канал, который абсолютно никак не повлияет на ход военных событий, которые непосредственно касаются вашей семьи. Я не знаю, ту же энергию можно направить на блогеров, которые близки вам, которые могут что-то сделать, которые могут повлиять. И открыть глаза, так скажем. Поэтому ещё раз повторяюсь, мой канал не политический. Наверняка есть блогеры, которые более компетентны в этом вопросе, которые непосредственно знают эту проблему и могут осветить, пролить свет для тех, кому надо. Мы же получаем информацию от СМИ, от СМИ, от новостей, от новостных сводок, через Инстаграм и всё такое. Но насколько правдива вся эта информация, никто не может дать ответ. И нам остаётся только смотреть, сопереживать, ждать разрешения и надеяться на лучшее. К сожалению, мало что от нас зависит там, многое от нас зависит здесь. У нас есть дети, которые зависят от нашего психического состояния. А поверьте, слышать такие новости, просыпаться с ними и ложиться спать, это очень тяжело. Ничего весёлого здесь тоже нет. Поэтому каждый должен делать свою работу, функционировать как нормальный человек, как мать, как отец, как бабушка, как дедушка, расти детей, потому что они тоже от нас зависят. Только молиться и надеяться на лучшее. К сожалению, в Ютубе сейчас запрещены, не появляются пальцы вниз, что в этом случае было бы очень кстати. Я бы очень хотела заблокировать комментарии к этому видео, потому что не хочу, чтобы сейчас начинали раздражаться войны, в комментаторской зоне, это абсолютно не место. Ну и по крайней мере не на этом канале. Но, к сожалению, я никак не узнаю ваше мнение, ваше настроение, потому что сейчас только появляется только пальцы вверх, и всё как-то не объективно. Поэтому, пожалуй, я комментарии оставлю, но прошу соблюдать взаимоуважение, потому что так мало у нас его осталось. Люди, которые так агрессивно в моём последнем видео так рьяно друг на друга набрасывались, но это абсолютно не та платформа, на которой нужно грызться, не тот канал, на котором нужно тратить свою энергию и выплёскивать свою ненависть. Очень бы хотелось, чтобы вы проявляли взаимоуважение в комментариях. Не нужно любить меня или восхищаться. Просто проигнорируйте комментарий. Если у вас есть своё мнение, можете его выплеснуть на политических каналах, там, где его услышат, там, где оно будет важно. Здесь же тратить свою энергию просто зря. Зря. Пока. Огромное спасибо за просмотр, спасибо за внимание. До новых видео. Всем пока. Пока.